В ночь с 6 на 7 октября в сочинском аэропорту с разницей в несколько часов приземлились три Боинга. На борту самых длинных в мире грузовых самолетов, спортивное гоночное оборудование и болиды. В каждом Боинге по 130 тонн. Контейнеры с оборудованием были доставлены в зону таможенного контроля, прошли все необходимые проверки и были направлены в Сочи автодром, где с 10 по 12 октября пройдут заезды Формулы-1. Напомню, что в конце сентября курорт уже принял три рейса с грузами для королевских гонок. Тогда в Сочи привезли спортивное оборудование, шины и топливо весом более 170 тонн. Прием такого количества ценных грузов стал для сочинского аэропорта еще одной большой проверкой. Безусловно, помог олимпийский опыт. Еще один тест впереди – это встреча большого количества гостей, которые прибудут на королевские гонки. За четыре дня аэропорт планирует обслужить 68 тысяч пассажиров. Особенно важно то, что в один день на вылет уйдет 11 500 пассажиров. Летом и в августе пиковая цифра была 8 тысяч. То есть практически на 30 процентов больше. И это чуть-чуть там, ну в два раза поменьше, чем самый пиковый день был Олимпиаду, когда приезжал весь мир. В общей сложности до старта Формулы-1 аэропорт примет около 700 тонн грузов. Следующая партия прибудет в Сочи 8 октября. Гоночное оборудование доставят из Красноярского аэропорта Емельянова.